так верхний 923 так сейчас я сейчас секунду я подключусь 923 923 потом 223 не вверх и над нижней давай из у 7 дальше латинская буква к по-английски джи и кратко джи маленькая маленькая потом у как русская и маленькая 41 к константин и на тихо когда живой священников пригласили накануне но они побоялись приехать надо спросить все владыки тогда отец таким позвонил владыки сергию он гордо конечно конечно они кое-куда там хотели может быть что-то каждый позвонил владыка одобрил их решайте решайте но теперь которые вам люди то приходят которые на нас что-то говорят вы покажите вот этот ролик скажите вот посмотрите и как вы на суде божьем будете отвечать вы очень умные рядом не были вы поймете у вас не одного слова истинного нет это что московской патриархии епископат посылает своих священников керетикам все до православным ну маленько это вздрогните были из чертова горшка это же не не когда-то было вчера оно все святое рядышком вот и видишь это же не монтаж какой-то официально они провозглашают патриарха кирилла пилариона сергия пара русского алтайского которые не попал поделиться они же маленько туда же телефон звонит ну давай гора раку сейчас это она как раз сейчас просят как это позвони миша и его вода пихаилу дозвониться там ухила петровича позвони скажи прям сейчас же чтобы он выезжал старый я не могу с рук спустить вот сейчас и сейчас пожалуйста кого колбель прямо чтобы приезжал забрал его через два дня привезет по-другому нельзя будем ждать все с богом да давай а я уши-то заткнула тебя совсем еще не слышу и натисты вы не одевайте эти наушники не одевайте не нужны не нужны а зачем купили надо деньги тратили ну и все купили для микрофона ну да я тогда и надену ради микрофона микрофон рядом а то хуже микрофон есть на этой на камере и он камера то далеко а это он сейчас подключен который в камере а это сейчас не работает микрофон и вы вы зря и понимаете они сейчас не нужны вам как-то более презентабельно я выбежу с ушами ладно слушай надо сделать чтобы работал сегодня я поехал сергеем в одном месте всегда обращаюсь за помощью лагеря раньше я обращался в некоторой организации сейчас никуда не хожу только в одно место она женщина и фамилия ульянова всегда помогает у нее мука есть государственная организация а вы еще сами шоколада не нужны какая-то предприниматель предприятия в германии узнала про нас и привезла там шоколады вот такое надо крупы ну и поехал в алтайскую правду пока краевая газета там другие есть совещание идет мне надо дать объявление о лагере что подготавливаем детей и кто желает детей отправить чтобы побеседовать с ними совещание идет я добиваю дать им не 20 секунд зайду я упадам и выйду меня не пустили вот что за этим я сидел и думал что-то за этим есть ну там писал когда все стали выходить я и дождался давай выдавать им квитки а почти до 12 и про заседавшиеся какому маяковского сидят людей половинки а когда уже последние там вышли а тут другой который его помощник видозаместитель одна корреспондентка такая она считается талантливая я бы вы никуда не ходите со мной зайдите вы меня представите его меня первый раз видит новый главный редактор алтайская правда какой-то но генри звать не генри хаги генри и там это какой-то гальмарович кто он думаю такой как американец какой-то и он в двери выходит и меня представили да мы стали разговаривать я с ним полчаса на раз просидел там кто хотел не могли зайти он заинтересовался а если бы я зашел на 20 секунд меня запустили так на совещание было ничего этого не было а я все во-первых выходили визитки подал а с ним конкретно побеседовали по делу я теперь он не чужой совсем вот так оттуда пошел еще к одному директор а тут помогал когда-то генеральный директор свободный курс называется хороший человек помогал он сразу где-то помог на 250 тысяч рублей это так дорого фото выводы делать которых уже клише фотографии снимают ну поговорила к нему не допускает никакого в кабинете там и нет а он идет по коридору видал меня руки поднял обнял там а эти то теперь которых они же то не все которые не допускали сразу расхлынули как будто их нет заходи с ним побеседовали до того доволен улыбка говорится на две щеки пошел остальные там какие-то купи-продай экспресс маркер наши объявления права гередов чтобы несколько раз напечатать бесплатно в рекламное бесплатно и несколько раз нескольких газетах но сегодня у меня такой день подвижны и сегодня мне мою рыжую кошку вернули вот своих то я отправил потому что в деревню потому что последний день а куда их кинута это здесь рядом не выезжать я сразу звонок дал я забрал опять библиотеку а я только привезли она давай кричать всех мышей там переловил это передушила она у меня кошки очень ломбивая вот здесь приехал в избег кажется ничего нет одного поймала второго все больше всего не было а я сейчас готовлю сухари сушат помогает я скажу у меня самое большое препятствие так я оказывается сегодня то с донбасса говорили никак через украину нельзя по через турцию поезжай у нас вход в шенгенскую зону 5 а выход 4 июля я еду украина болгария в румынии болгария подошел маленькой 24 часа будет 4 я вошел в греции через греции там пытаются а теперь-то нельзя мне надо идти через белоруссию а белоруссия границы только с польшей а польша шенгенской я должен теперь здесь ждать до 5 что вы к гребке прийти на дня позже вот это у меня подкосили они узнаете что-то стоит что не знаю если бы она была не в шенгенской зоне я бы ее прошел как украину белоруссии до самой греции а как греции ходу нет только через шенген я в нее зашел польши то а теперь словакия уже выйти а там кажется на пути австрии опять же зайти опять выйти а там уже наша болгария румыния болгария неудобство очень большой трата времени и главное времени но выхода никакого нет воюющие стороны даже если вам говорит да сейчас хотели там до президента турчинова александра дайте которые киевом заведует временно исполняющие обязанности президента даже если он даст сопровождение вам думали тогда с машину там с автоматчиками проедут со мной вот дальше то зона которые для них перекрытая луганск-донецк они вчера проголосовали там чтобы отнялись свою республику взять эти не пропускают если я в этих возьму тени пропускают военная ситуация то есть никак нельзя никак не говори но добиться надо будет узнать это так хорошо у меня идет разговор по skype подошел благодарю это то что от нас не зависит это не зависит значит господь знает что-то лучше не зависит я могу шевелиться давить знакомство здесь ничего нельзя сделать никак они воюют ход закрыт я как же там было таможни проходили а я на днях говорит эти сожгли ее таможню вообще сожгли ее нет там прохода нет ну а раз нет то и нас так кто просит когда нет таможни там а раз таможни нет то и пуля в лоб они просто вас выкинут или пристрелят и заберут машинами все у нас в беларуси пойдем туда люди-то которые дома сидят они не знают ничего вот меня спрашивают а зачем ехать я говорю давай вопрос переначиваем тебя зачем тебе сидеть тебе сколько лет шестьдесят ты где был не был ни разу на светильстве не был не был все еще и болеешь как прекрасные ноги благовествующих мир а ты не благовествовал и семье мира нигде у тебя нет первых а это тебе покажу сейчас только сегодня опять из финляндии как проехать как собрать людей кто этим занимается этот церковь и не надо там сплошь и рядом везде готовят так это еще и вот это должна быть из франции у нас еще потеряем ски там есть во франции а дальше мы в каждом государстве оставляем дары какие ну прикинь-ка я сидеть буду еще нет а после если мы приедем если бог да живые будет там я что будет рассказать я для тебя буду интересен да не ты для меня я говорю у тебя что взять там сидишь 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 и сидишь бетонщик в руки и пошел молоко в магазине доить угости всю корову ты поселись в деревне да заведи коров 5-10 у тебя что-то будет ну это мне мне тоже один священник давал такие рекомендации типа зачем они едут лучше бы эти собрали деньги да бедным раздали нищему да это иуда говорил так в нищих господин всегда иметь и не потому что говорит заботь нас а был вор они советуют это воры они о людях не думают нищих так нищих то вы и расплодили позаботился через мой карман не знает их можно 200 предложениями отбрить безбородок вчера попала на столе лежит газетка закрыли от кошек а я любопыт еще открыл и стал считать 2007 год и про одного человека калинин юрий александрович какой он офицер бывший как он там колбасный цех построил в одной деревне там еще какой-то мельницу в другом колхоз разваливался он там приехал все перекупил дома продают все по дешевке все скупил для рабочих купил 400 что ли коров племенных у него деньги есть там где-то что-то мешает тут мне вот где он есть я узнал наконец через одного нашего знакомого близкого даже родня агроном бывший узнал где его телефон я уже нынче сегодня с ним связался и встреча будет уже нас начали он а неординарный человек я посмотрел где он заведует сельское место это не в городе это не перепродажа это тысячи гектаров башня там десятки людей главное из скорчины сделал автобус эти пьяницы не хотят работать в кадре он из другого села автобус в другом месте из другого села там четыре человека работники он машину купил чтоб ездили на работу к нему в другой колхоз сразу пошла жизнь я поговорил с ним и стал говорить я говорю я такой-то я вас слышал я тебя не подлавливаю мы должны встретиться я вам может полезен будут а хорошо видишь как я говорю вы живете рядом слышали про такого слышали а почему не поинтересовались человек такой необыкновенный около 20 колхозов предприятий подобрал 20 недомов и везде я в интернет зашел там наполнено ну 20 предприятий разных все по сельскому хозяйству это самое трудное дело где-то не получилось где-то невыгодно с этими с коровами но купил мясо и говорит совершенно нельзя работать каждый килограмм обходится сто восемьдесят шесть рублей принимает по восемьдесят шесть я сто-то разбойное государство разбойная власть это умышленно делается и он говорит вот сейчас говорит мясо здесь забросили этому мясцу примерно 50 лет холодильника пролежало его только выбрасывать они его сюда бросают кое-что бесплатно а тут перепродают подешевле а я свое мясо то сбыть не могу вот там ляхи эти католики они за своих молоко только брать у своих а рядом живут украинцы русские не брать они поддерживают своих производителей а ты имей свою клиентуру как потеряешь в городе у каждого свои клиенты а вы живете рядом слышали вам не интересно вижу кто-то побурщали маленько заглохли он у меня будет в друзьях а вы не будете вы сами не интересны интересных людей не видите у него талант у него дисциплина с таким человеком можно разговаривать может сеять я-то буду говорить ему не о коровах вот я сидела на пол а сколько практически то два дня неполных уехал а сколько мы там и в лагере ребята где сделали а пшеницы привез голубя года на 4 наверное да мне игорь дал больше я поделился еще с двумя голубятниками им скинул центра два наверное три батюшка там рассказывает о потеряевке а в каком же вот в каком году она вообще распалась потеряевкой село само она распалась в первом году семьдесят втором 1971 вот они у них был план составлен генеральный план деревне в это время было допустим 169 мужчин там женщину 69 хозяйств и был план составлен улицу начали строить на 700 человек но ровно через год от деревни ни одного не осталось наши родители уезжали последними укропнение колхозов совхозов это женщина на заславской какая-то электронно академик это и ей поклон и пошло пошло крушение а что школу закрывает артерии перерезаны поехали в соседний колхоз дома бросают вообще без копейки стал уехал у нас в дом бросили и все там пол пошел сухая трава сгорел за 16 километров было видно как полыхает старинный лес дом машут и отец жил десятерых детей поднял там все сгорело ничего нету все заново самого села она возникла 1818 году легко запомнить 1818 есть фильм вот в этом фильме там упоминается так косвенно упоминается о потеряевке пошли сегодня танцы не пойду пойдем до самой потеряете тебя на руках понесу слышишь пойду с тобой а я не продыка говорю предлагаю пойти в потеряю там все это было клуб а этот клуб остались они таки стены стены еще шибрена это где-то теперь в этом зале у нас храм вот и видел как там служба идет и второй половине школа где собрание было концерт а я насчет концерта хотел сказать а люди то новое и батюшка сказал там часть пасхальной там выступают и ты по пасхальной где там дети играет на этом на пианино и где там витя поет на про деревню это убрать бы надо потому что это повтор в пасхальной это есть если можно вырежи оттуда я еще не смотрел я вырежу а вырежи потому что ну ты это смотрел это это повтор я не люблю это не один друзья тоже mail.ru друзья и так ко мне начал писать в общем и пишет вот я игнотихныча книги все у него купил и уже все книги по нескольку раз прочитал вот и ушел есть православие книги бывает видите как люди люди читают ваши книги и уходят из православия не встречал пока ни одного случая вот я встретил это может только разговор наоборот попали книги и люди даже будучи руководители при сетерами у сектантов вот нынче зимой только несколько человек а так чтобы стал считать ушел из православия ни одного случая не было никак вот ко мне он писал читал читал все книги многократно все ваши книги прочел многократно он один раз не прочитал эти книги читать многократно ты сам подумай что это такое это разговор только это обман это подвох это специально подумали давай мы скажем так против книг что от книг кто-то уходит это не этого не может быть ему несколько раз не прочитать даже одну книгу у меня были такие стали говорить о народ разделу ничего не может сказать я вот ты сказал читал такой том читал он не знает и знает даже о чем читал то ты тоже не мог сказать ничего этого нету я протестовую это пусть он скажет что в каком томе написано о чем на одной проповеди хватило чтоб стать православным а там тысячу сто тридцать проповедей книгах проповедей о которых вот сока этот соболев то говорит это запредельно далеко для него чтобы в каждой проповеди 35 примерно ссылок на библию а он прочитал три тысячи четыреста стихотворения там прочитал да нет конечно еще несколько раз все стихотворение говорит читаю зачитываюсь вот и начал меня отговаривать он будет не нужно тебе иконы писать вот ты отойди от этого ты по-другому людям нужен вот а иконы идолы ну а где он нашел у меня что иконы идолы пусть покажет но он куда-то пошел какую-то секту подался вот это мы его научили как его фамилия я удалил его и не фамилию не запомнил а он у вас друзья если этот человек появится его просто надо остановить он врёт он готовый был сектант и ничто слышал ему не вместилось в него и как летом 17 лет он будет я верую вот я был в православии а теперь уже 7 лет по моему как ушел из православия ну а какое отношение книги к этому имеют 7 лет назад книги только появляется начали он просто он же слушал пленки уже давно слушать тонках тем более через пленки люди приходят православия он не был православным это брехня самое настоящее никак а если и где пусть он покажет какие места которые его могли бы подвигнуть к этому нигде нет этого и на тихо ну а вот вопрос такой а на каком вот основании то есть вы говорите люди читают библию уходят из православия а с чем с таким они могут столкнуться и так может будоражить а чем угодно начиная с мощей самое не евангельское что не возьми все не евангельское проповеди вообще проповеди нету об этом говорит мещеринов петр настоятель данилова монастыря юноша был ушел я встретил через полгода счета не ходишь храмом бета ушел баптиста почему а я все московские храмы прошел нигде не проповедуется а то а убийство хоть как-то проповедуется вот и все секты возникают там где нет слова божия а где есть слово божие приведет страх божий понятие отцветки куда он пойдет человек это уже совсем поехало у него уходит только поэтому я стал читать библию я увидел что совсем не христова вера вот и все они же основании библии уводят людей они беседуют по библии по библии в православную веру завести нельзя людей это уже просто особый супер талант должен быть чтобы выжить все и подвести я подвожу то по одному по одной теме нет рукоположения все по другим темам даже доказывать нечего а что докажешь то когда не правы а вот вы говорите что по библии нельзя православие это в какой нельзя православие в нынешние или прошлое православие вот которые она есть библия на разбивает это дело истинное православие по библии то вот это тогда приведешь а истинного никто не видал и не знает вот я потеряю сейчас по памяту разговаривал вы слышали никакие а у них воображения нет а воображения нет у них первый шаг не сделан для того чтобы быть руководителями народа совершенно нет никакого ну вообразите маленько мысленно вообразите давай вообразим так сейчас тебя с постели стряхнули и в лесу тебя оставили что с тобой будет оставили прямо к дороге от города километров 30 конкретно с тобой еще будет муравьи сидят так и здесь представьте что его отдельно человека взяли этого папа одежи снимай никакого в евангелии то нету чтобы ученики христова носили на поручи да все такое все это ветхозаветное придумано дальше кадила татьяну в новом завете убирай по порядку храма никакого нету молитвенные дома собирались по домам ежедневно 543 дядя апостол убирай его в таком виде любого папа высели где-то и крест его то чтобы здесь был да на цепочке да сзади болталось то нет этого нигде нательный крест нательный они не на рубашечный ну и дальше что щучила огородная трухой набитая они ничего не могут делать и вот ему сказали забросили сказали ты давай вот сейчас организую здесь что была группа людей молились знали вот америке когда готовят я считал спецназ их так в голом виде не оружие не документов еще выбрасывать где-то таком месте и вот теперь ты должен добыть одежду получить документы получить оружие и сообщить на все про все дается один год пример сказать это будет или засыпался значит капот тебе ты никакой это это практика я из практики беру вот я начинаю всегда я на новом месте никого нету формы нет у меня храма нет крестов на мне не навешано у меня ничего нету я просто христианин содержу тот образ который бог дал и начинаю работать в вагоне самолете в метро я работаю и конкретно остается человек который начинает мужа двое мы двое начинаем собирать людей раздущим песнопение приходят люди молятся нет ну это начальный этап благовестия но когда уже люди собраны нужна дисциплина нужна форма а их нет никакой формата он просто строит храм и приходят улица мир мирская пульпа гонит туда эту пульпу грязь они не работают над людьми сначала должна быть церковь в телах люди группа должна быть а тогда они должны начинать строить вот к нас потеряем приехал один батюшка две сестры подачи начинает работать еще кто-то приехал еще свидетельствует еще один обратился приехал и вместе начинаем кирпичи собирать строить храм вот так делается к нам первый год приезжали сколько людей с окрестностей покрестить ребенка а мы говорим надо учить сначала а то добро с ними говорить поехали вон там открытый храм там любого покрестит и все я страну несмотря ни на что его часто слышу и радует все равно люди все больше начинают говорить образование общинного такого строя вот и приглашают объединение люди понимают начинают понимать это патриарх понимает об этом говорит но не знает как это подадите священнику скажите давай вместе чай попьем я со священниками который был который был против он был здесь это идет медленная работа и самое главное они даже увидеть они увидели а у них все один к одному ну батюшка кончал то не японскую к семинарию а московскую один к одному они тут и поют и диакон возраст и делает но дальше то они не идут они там в алтаре столпились вокруг стола кружатся и ни один не сказал что мы делаем то давайте на это время съездим в соседнюю деревню попроповедуем людям скажем нету а дальше еще свободно посмотрели собрание пообедали сели и поехали то что то не собрались это только уменьшает их сердца на время а сейчас сказали от у его они тоже будут плавить и хватать кусать я их очень хорошо знаю вчера было хорошо они были они увидели побыли здесь то я то не проповедую я отошел от этого а раньше когда они приезжали был епископ я на каждом богослужении богослужение говорил две проповеди две проповеди там в алтарь дрожал а сейчас вышел златоуста посчитал еще считает 1600 лет назад было но применительно их сегодняшему на сегодня другие болячки есть но какие другие они все те же болячки эти ну да ничего нового под солнцем не происходит да вот так соломон и говорит еще нового если он в друзьях у меня 6400 это название друзья по-другому тут не называют знакомой было бы было знакомо это так установлено в программе друзья пусть он назовет фамилию и имя свое и укажет где если у него книги он может в глазах не видал кому книги целью постам я их всех знаю он ролики все смотрит я вот думаю этот ролик посмотрите может быть отдавется нет если он покупал книги даром я никому эти книги не даю в частные руки мои книги даром для библиотек тот пусть он тогда назовет свои фамилии и имя он закрутится я прочитал несколько раз блажь такой что кто то прочитал несколько раз все книги пока ни одного человека нету я тоже я не стал общаться я удалил всю переписку и все это он врет просто нахально я почему потому что я знаю всех кто у меня брал если он себя не назовет то ничего и нету а если он считал другой вопрос а о чем ты считал в какой книге проповеди об Ефоне ничего он не найдет в какой книге где говорю о католицизме где отдельная книга о мусульманстве хотя книги то энциклопедии а он просчитал да у тебя от одной проповеди голова кругом пойдет ну да поэтому я впервые впервые такое встретил такую реакцию чтобы это не реакция это просто человек привык болтать и ну может подумал скажешь я скажу а он скажет же другим чтоб книги не брали а то православные уходят сектанта это одношаговая операция эти книги помогли ни одному человеку вернуться из сект бывших руководителей сектанта даже у харизматов еще один из Ханты Мансильска я могу посмотреть фамилия и имя получил книги это разговор один? нет на меня это не действует я знаю что это врет у меня сейчас за вами будет один разговор один из Греции я греческий язык из Советского Союза приехал плохо знаю а у меня есть вопросы но я на него выйду только перед вами он зашел несколько минут я бы сейчас с ним разговаривал хочу дать ему что за вопросы грех нет нет люди которые вот это вот говорят так я взял я прочитал да ты одну книгу прочитал бы уже сектантом головы не повернул бы а то нет по нескольку раз все книги да ты маленько думай что за книги 750 страниц это не билетристика это не пасторальный роман ты одинок второй том прочитай скажешь ты второй том считал противосектантские ну и теперь посмотри что там об иконах сказано иконы идолы идол твой разум несовершенный для тебя стал идолом видите как они переходят какие-нибудь секты и каждый вот считает что это именно вот именно настоящая церковь создана такая вот для него ну главное врать то он зачем врет что пошел тут понятно он выбор сделал для себя а врет то зачем врать то это не выбор это порченная душа гнилье я могу сказать что я баптистские журналы иеговистские которые выходят стражи там у отделенных в совет церкви у меня все на полках было католические мне это необходимо чтобы с ними беседовать я их историю знаю и их труды да и бойко книгу достал прочитал Николая Евграфовича вот пленки мне из Америки прислали Михаила Ардова где-то и Ардов или Азаров так вот Смержина немного считал а то он все считал и меня как-то отвратило это от них или никак это не отвратило я считаю хорошее хорошее беру а не а плохое это неверное там он сам здесь словом узка он сам отрещется я не знал не видел япон и идолы а кто их идолы дал тогда Бог дал идолы сделай изображение сделай повеление так это в Ветхом Завете правильно в Ветхом Завете но в Ветхозаветний храм Христос ходил а он зачем ходил бы в капище а ходил то в храм и Соломонов а за Ромавелев и снаружи и изнутри от потолка до пола были изображения 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 это икон по-прежнски еще не доказывается это уже после сошествия Духа Святого чего мудровать то ну вот как быть мне недавно заказали икону заказали икону святой Вероники а есть предыстория у этой иконы вот раньше имени Вероника не было вот и монахам принесли значит ну этот плат вот который держал эта женщина которым вытер лицо Христос вытер и на нем образовался образ под названием спас нерукотворный вот а внизу был написан Вера иконика вот то есть по это самое по по гречески а монахи это перевели как Вероника то есть исходили и вот такое имя образовалось и вот теперь называют девочек Вероника вот и пишут икону и назвали ту женщину которая подала плату Христу вытереть лицо назвали Вероникой понимаете как то есть из пустого сделали имя и вот сейчас называют детей в церкви православной и крестят под этим именем ну хорошо Вероника где она жила где ее жития да нет никакого жития просто вот она подала плату и все как он может крестить когда ее нету святца как он может крестить то они могут называть Карина Октябрина тракторина нету такого поп не будет крестить если это нормальный священник он не будет он я Рима это не крещеное имя Рима это мужское имя Рима Пинна и Инна Инна и Рима это мужские имена да им имена такие дают но дают это где-то в ЗАГСе в Сельсовете в церкви а я пришла в церковь то крестить это Рима а священник мне сказал что это имя мужское не стал меня крестить а как тебя назвали ну там Ро какое-то еще такое имя нарешно было и вот я не знаю как быть то они ребенка девочку назвали ну надо что назвали крестить то никто не будет под этим именем ну вот они говорят что священник вы ему назначили число и будут крестить так и мне попросили икону сделать священник это жулик какой-то мошенник ну нет если ее как они назовут то я могу календарь взять посмотреть главное на ранее ика нет но она то есть в православии то она есть имя то такое но дело в том что оно имя это подвожное должно быть должно быть и житие не просто так житие в честь кого названо то вероника вот сейчас мы посмотрим а в а валентина валерия варвара василиса вас вели вера вероника смотри веренее это переделали слово веренее 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 в скобках вероника это произношение другое эдесская мученица октября четвертого правильно правильно так она веренее никакой вероники не было а то ее переделали так оно так и есть как у нас Гоша ну нет Гоша есть Георгий нет это даже не переделали это просто вера иконика это в переводе с греческого это нелготворный образ а монахи подумали что это имя вероника да ну чё не хватило знания а мне поговорить не пустое не надо их и дело ищет прихоти в какой день родился тогда называй у меня вот сколько здесь Сергей Пупков рядом Сергей Сергей вот передо мной Сергей Додин еще один Сергей из Санкт-Петербурга Додин у меня одних Сергеев вот зарядил в Майл.ру посмотри сколько только маленькая в Майл.ру вообще это небольшая небольшая система то а сколько их тут ну вот если в поисковик то зарядить то я учился в школе у нас в классе было пять человек Сергей ну вот чё нормально я щас посмотрим ещё вот этот положитель Сергей вот только в Майл.ру знаешь только Сергеев 486 тысяч пятьсот сорок два чё тысяч тысяч полмиллиона ну я на это не смотрю господь будет новые имена давать конечно будет всех переименовывать ну слово переименовывать это не означает имена переименовывать будут даёт новое имя ему звучание смысл а не так что я был Игнатием и буду Иваном а Иван будет Игнатием это не так новое имя соответствующее поступкам делам всё что в тебе было видимо это должно как-то отобразиться там может особый цвет который будет это новое имя радужный какой-то вот как говорят что оно же будет вот в молитве да светится имя твое и как говорят вот что в будущем будет имя как бы над головой написано твое да да заслышал это дело но как имя это написано было что оно означает оно другое вот знак висеть ехать нельзя а его по-другому изобразили тот же знак ехать нельзя он совсем по-другому выглядит цифры вот эти которые а тут другие цифры вот когда надо заводить какое чтобы машина не прочитала там такие велюшки разными цветами оно другое но та же самая тройка та же четвёрка так и надо разгадать и что-то подобное видимо предположительно будет то что отобразит твою жизнь твой подвиг милосердие милостыня и что-то вне человеческого разумения не видел глаз не слышал ухо это нельзя передать можно только так догадываться образно ну да на суде то и будут видеть все и грехи все так же будут видны точно так же как и имя да ну а Господь то в молитве как вот и убелит убелит если были грехи багряна и как кровь то убелит их вот то есть он сотрёт их да их не будет как снег убили это место будет белое стёртое ради этого стоило пострадать потрудиться люди жалуются на неверность людей как где-то да это так это время такое люди будут предатели нагло напыщены более сквастолюбивые нежели боголюбивые таковых удаляясь имеющий вид благочестия силы отрекшиеся но всё равно будут и люди верные будут друзья будут истинные христиане зреет плевел зреет одновременная пшеница она пузатая у вас да? нет она не пузатая она именно сегодня она стала проситься её понесут в сумке её мужу в городе у Михаила у Миши плавливая ошейник ей купили да не какой-то а вот какой и на нём болтается а я не знал а развенчил его там внутри данные её если потеряется куда позвонить как звать её это продают такой специаль это там ей в библиотеке приобрела у меня у меня в лагере была была ушла потерялась не было её недели три где-то а потом явилась и видно что у неё соски ну как её найти то? она поела и ушла я сказал как только придёт на кухню заприте её заприте её надо день продержать а она будет тогда соски то её распирает она будет туда я тогда сшил ей шлейку костюмчик красный и красную длинную нитку сделал с узелками ну и подержал её ну не выдержал день то я слабохарактерный выпустил её и она пошла она заметила что я за ней иду она вернулась опять села в лагере сидит ну я отвернулся будто не вижу из-за лагеря гляжу она поглядела и пошла я за ней потихоньку идёт и она опять меня увидела зашла в тенёщик легла а я на солнце пекуся вплотную подойти нельзя у меня солнце жжёт я за ней и вдруг она прыг и рядом такая пустошь ну почти до головы растения там разные не лопухи а там пыре и всё такое-то я туда подбежал нигде ничего нету я стоял стоял ну и даже не шевельнётся потом гляжу травинка одна колыхнулась вторая она идёт а ниточка-то за ней-то с узелками-то задевает растения-то и они дёргаются а я увидел куда она я жду что будет ну я про тебя рассказываю корышка рыжая подошёл а она там в траве шесть штук принесла вот так ну и вот от неё вот эта белая которая была здесь зимой это от неё ну ещё забрал забрал поехал её привязал тут а у ней шлейка всё красное далёко видать они прячутся ну вот так так что если этот выйдет на вас много раз считавшись расспросите его что он считал когда когда начал читать когда он познакомился с книгами с какого момента то есть наводящими но это же надо понимать что это не книга это тома волью 38 это не роман считать да ты прочитал страницы 3 у тебя уже поплыла голова тебе надо отдыхать надо осмысливать а если ты просто барабанил ты ничего и не взял это кто-то разработал такой люди поверят а дальше будут говорить что его книги уводят из православия я знаю цель какая сказано ну как не взял он взял ну видимо не то взял не знаю я не могу сказать я его не питал я знаю так это невозможно просто это физически невозможно просчитать на ещё несколько раз ну сам думаю это 38 книг это невозможно просто это невозможно никак поскольку часов он считал расспросить его какой порядок читал размышлял может и пересказать примерно о чём и сразу увидишь там ничего не было он не считал и не видал может а то я взял стал считать я ушёл да как он он начинал он мне писал что начинал слушать ещё плёнки ещё плёнки плёнки начинал слушать вообще то да это вот Михаил Кальмаев он начинал с плёнками Михаил Кальмаев он принял крещение приехал и он с нами ездил на благовестие Михаил там один сражается ведёт работу работает на видеоканале там содержание собраний даёт вот который плёнки слушал и через плёнки пришёл я вроде назвать больше никого не могу они как-то если слушали то где-то люди или умерли или ушли их много было таких людей тысячи они в других республиках где-то или уже пожилые у них нету ничего и в интернет не заходят никак я тут вот все и приезжают ну на днях я вышел гляжу тут возле нашего дома вот здесь вот это ползнул вот там машины машины гляжу милиция что-то подальше пожарное я говорю что тут такое-то в соседнем доме бомбу обнаружили времён гражданской войны а как она там оказалась но никто не знает поэтому окружили все и чтобы не было а эти то видно вышли команда мчс где давай им давать а у него никакого интернета нет я говорю а как же так для меня настолько это странно люди которые обличены званием там офицеры и у него интернета нет я сегодня в типографии это дом типографии ну там типографии корреспондентский пункт а их там за компьютерами сидит много людей много но я тогда спросил разрешение и пошел всем раздавать наши квитки на которые вы работали я попутно хочу сказать если удастся вот когда книги издаешь допустим я издаю тысячу экземпляров то книга обходится допустим в 300 рублей к примеру сказать если две тысячи она может двести восемьдесят пять будет книга то есть чем больше тираж тем книга дешевле ну так учитывая что в два раза больше платить надо так я подумал мне книги не издать так я вместо тысячи экземпляров могу сбавить до сотни и она у меня одна книга будет в тысячу стоить ну хоть вот несколько экземпляров у меня будет ну это чтобы я имел хотя бы четыреста пятьдесят тысяч надо найти где-то а так не издать по тысяче экземпляров четыре книги это один миллион триста тысяч честное дело что это запредельно но уменьшить тираж можно стоимость книги будет очень большая ну что это сделать я делаю для подарка четыре тома вот это я уже почти на этом остановился конкретно если вернусь то фотографии которые будут у меня они добавят те в каждой книге будет сто шестьдесят страниц цветных фотографий книги будут заламинированы твердом переплете можно было бы если бы конечно было что о бог о бог да собираетесь вы в поездку конечно будет поездка какая-то прямо у вас серьезная поездка необыкновенная и неповторимая я никогда ее не было такой и не будет потому что мы едем не на паломничество мы едем с дарами такими дарами в каждом государстве оставляем след считая где частные я только в одном месте было в москве когда сказал вы спросили книги есть есть я решил что на дорогу маленько продать ну там не целиком а отдельно там по названиям книги так в очередь сразу выстроилась ну там и гумен это сахаром он всех благословил сам он имеет все книги мы едем с дарами чтобы поехать надо иметь то что мы имеем а кто за это пойдет ну одну книгу еще можно подавить команда должна быть кто поедет патриарх поедет и на чем ехать то тот кто ездит на иномарке скажет коломака какая-то а 100 километров идет стабильно 100 километров с нашим грудством 750 килограмм так что это не повторить это нельзя ищем поедет я вот сейчас хожу просто иду в городе ну каждый идет что видеть перед глазами а я иду у меня мысленно складываются проповеди уже что я в Англии буду говорить если я буду в Португалии о чем я скажу что за народ мне надо узнать что за народ чем они дышат что мне господи откроешь в Финляндии буду говорить и поэтому я когда в Грузии пришел а у них идет литургия он меня увидел и болтарь зовет у меня уже две проповеди готовы были и вот тут же меня только вывел отец на ум я сразу стал говорить на какую тему так же у отца Кирилла мне не надо было сидеть и думать почему я уже несколько раз произнес в уме конечно тут люди я вижу людей и на их реакцию как увидели еще показалось звонить чем они дышат увидели какую бабу бородатую поставили вот этим сейчас и дышат вся Европа да и все остальные а какую бородатую ну вот там в интернете сейчас ведь на всех этих страницах там это какой-то трансвестиц я не видал не знаю бабы с бородой на меня не натолкнулось было о чем говорить да в том и дело я ж эту ссылку вам присылал поэтому я ж говорю господь господь на это не будет смотреть долго что вот этот вот разврат весь да и вулкан то вулкан то это сильный материал там особенно эти бизоны бегут по дороге ну это же реально доказывает то что животные убегают от опасности всегда в США с тревогой наблюдают за происходящим в Йеллоустоунском заповеднике расположенный там гигантский вулкан начал проявлять активность специалисты полагают если начнется извержение последствия будут катастрофическими ждет ли Америку апокалипсис выяснял Анатолий Лазарев по одному парами и целыми группами бизоны бегут из национального парка Йеллоустоун ни на что не отвлекаясь даже на машины людей звери не сбавляют темп видеозаписи сделанные случайно свидетели не на шутку встревожила всю страну многие сочли что бизоны не просто бегут а спасаются бегством местные жители всерьез задумались а не побежать ли вслед за животными ведь под парком Йеллоустоун находится крупнейший на континенте вулкан Америка грозится Америка там везде встревает на нее управы нет управа есть огненное море тряхнет бог прорвет оттуда и сметет и сожжет и все их станции вот они руководят геополитикой своей вот тебе все здесь и будет они могут жару напускать торфяники горели а вот там то тысячи градусов вы не учли и самый большой в мире вулкан там и вулкан то не просто хватит вулкан дело в том что господь то говорит и восстанет народ на народ и царство на царство и тут же одно к одному все и будут глады и землетрясения вот в одном все и тут же сейчас вот все в одном и приключается да да а с другой стороны вот как все таки радуется душа вот узреть вот эти времена последние вот я я вот у меня есть такая конечно мечта дожить до пришествия христов а ну это уже как бог сподобит ну хотелось бы конечно все это увидеть ну видишь как кто доживет говорит а мы живые оставшиеся будем восхищены и видимо момент восхищения подаст полное исцеление и туда же ни коллеги ни инвалиды полетят ну как же вот действительно тогда получается не умрут люди вот какие они были допустим они преобразятся и не увидят минуя смерть это те которые дожжут до пришествия христов я об этом не думаю я знаю что нет времена еще и не завтра хотя совсем рядом совсем рядом это может еще десятилетия быть ну это да потому что нет еще всемирного диктатора нет еще чипа который будет сейчас только подготовка идет ну а с другой стороны долго что ли ему всемирному диктатору сейчас вот война пройдет да и диктатор появится ну да ну видите как говорят война они думают смести 9 частей одну десятую оставить на земле так не будет погибнет только одна треть два миллиарда погибнет два миллиарда или допустим 200 миллионов дело в том что в пятнадцатом году у Америки сейчас планы такие что объединиться в одно государство с Канадой потом Южной Америкой вот эти все государства в одно государство объединить и как таковой Америки уже не будет вот они сейчас готовят там миллионы гробов трех местных у них пластиковые гробы и вот будет для таких для возмущенных будут вот они как говорится упаковывать туда их вот а уже за отделение от Америки там ратует около шестидесяти процентов населения то есть отделиться вообще стать независимым государством уже миллионы миллионы людей Бог усмотрит что-то то есть происходит это не только вот у нас а повсеместно происходит в каждом государстве какие-то такие вот хоть мелкие то происходят не врядятся ну да это все признаки пришествия говори так правильно мне сейчас только с Украины звонили я по скайпу разговаривал таможню сожгли там проезда вообще нет если даже дадут сопроводительную машину с автоматчиками Александра от Турчанинова да те которые отделились федералисты да те не пропускают там все огнем говорит никакого выхода нету только на Белоруссию ну конечно уже все вопрос решен только может через Турцию это пароходом или через это ну спроси а что ночевать то спроси ну если только на пути этой дороги то мы еще не знаем может быть из Белоруссии не один вход есть в Польше нам нужно сразу южнее загребать значит это и говорить не очень а вот это Петр а где он дороги на обрез далеко ну это километров шестьдесят ну поговорить можно там остановиться нам надо бывает добыться то мы не будем потому что только выедем нам все готово сейчас ставка готова послезавтра мы груз даже отправить уже все но сегодня они прошли там по этой по моторной части всякие геометрии прошли заплатили 3800 отошел с Богом отец таким интересуется где мы в прошлом году были шахты попросили съездить туда на границу поехал человек этот все разобрали один совет не ездить не ездить машину отберут расстреляют груз пропадет и ничего нет там просто разбой идет государства то нет никакого беда какая я вот общаюсь тоже с западной украины с Винницей с хмельницким с городами у меня есть там люди общаюсь с ними и что ждет это невероятно они же они не мирятся с этой ситуацией вот вы смотрите сейчас отсоединяется вот эти государства все вот им придется не то что газ им даже уголь придется сейчас покупать если вот сейчас Донецк отойдет уголь то в Донецке они добывают вот а если Донецк станет независимым государством то у них топить страну вообще нечем и денег нету вы представляете что будет зимой там у них беда и все они все равно кричат Путин урод отойди убери руки от Украины понимаете как никакого смирения ну дезинформация идет очень сильная то есть они говорят вообще противоположные понимаете реальности вот какие то войска у них там украины наши российские войска я говорю да какие войска я вот в Воронеже живу я говорю все войска сейчас в Воронежской области стоят вот у нас и авиация вся и все тут железнодорожное расположение там и танковые войска и все все сейчас стоят здесь никого там у вас нету нет все равно вот у нас войска российские и не докажешь никак как одна 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 говорит путин комплектует со спутника американцы сняли видео что путин комплектует из Воронежи авиацию ядерными боеголовками то есть будут посылать самолеты представляете они серьезно об этом говорят пускай говорят нам больше нет молиться надо ну жалко людей так как они я живу бедные люди я говорю ну если будет уж плохо так то приезжайте ко мне у нас же родственники там кровные родственники понимаете как я же говорю давайте к нам приезжайте а что делать если есть верующие с Украины будут вы всех на нас посылайте скажи лучшего места для воспитания детей не найти учителя все верующие земля плодородная не уступает украинской вода прекрасная все верующие если мужик то есть человеком в течение лета он построит и пристройки и все заказывай машины лес дрова все привезут были бы деньги ну люди рассчитывают всегда на лучшее вроде бы плохо плохо а вдруг завтра хорошо будет понимаете как человек до последнего рассчитывает пускай рассчитывает в чечне которые рассчитывали подольше потеряли все и постреляли побили а с другой стороны видите границы сейчас блокировали оттуда не выехать они не выпускают никого не то что въехать невозможно но и выехать нельзя да так что мы на месте и маршрут наш прекрасен и будет есть что вспоминать и люди будут и потомки будут считать и радоваться что мера православная превыше всего да ну ладно этот из Греции вы говорили кто там будет вам звонить я поговорю сейчас я ему дам данные он есть ну ладно поговорили остановили давай тогда отходи с Богом все с Богом